Первые главы книги «Бытия» представляют собой одну из наиболее интересных, но также и одну из наиболее сложных для понимания мест Библии. Известно, что многими он воспринимается как древний миф, не имеющий отношения к реальности, в котором важно в сущности лишь одно – мысль о том, что мир, в котором мы живем, сотворен Богом. Другие же, напротив, смотрят на него, как на библейский вариант естественной истории, описывающий реальные космические и геологические события, и готовы с жаром отстаивать эту точку зрения, считая, что любая другая интерпретация данного текста неприемлема. Мир, рассматриваемый в его внешней красоте и внутренней гармонии, представляет собой дивное создание, изумляющее стройностью своих частей и чудесным разнообразием своих форм. Во всей своей необъятности он правильно движется, подобно величественным часам, заведенным великим и искусственным мастером. Таким образом, начало мира несомненно, хотя бы и в виде бесформенного первобытного вещества, из которого постепенно образовались все его формы. Но откуда явилось это первобытное вещество? Вопрос этот издавна занимал мысль человеческую, но она бессильно была разрешить его без высшей помощи. И в языческом мире величайшие мудрецы и основатели религий не в силах были подняться выше той мысли, что это первобытное вещество существовало от вечности. Из него-то Бог создал или устроил мир, будучи лишь, таким образом, создателем или устроителем мира, но не в собственном смысле творцом его. Тогда на помощь человеческому разуму явилось божественное откровение, заключающееся в книгах священного писания. И оно просто и ясно провозгласило великую тайну бытия, постигнуть которую тщетно усиливались мудрецы всех времен и народов. Тайна эта открыта на первой странице книги бытия, которую и начинается в библейской истории мира и человечества. «Вначале сотворил Бог небо и землю», говорит в первом стихе книги бытия бытописатель, святой пророк Моисей. «В этих немногих словах выражена та необъятная по своей глубине истина, что все существующее на небе и на земле, а следовательно и первобытное вещество, имеет свое начало, и все сотворено Богом, который один только вечен, и существовал в довременном бытии, и при том сотворено из ничего. Решение же это вытекло единственно из любви и благости Творца, с целью дать и сотворенному возможность насладиться этими величайшими свойствами его божественного существа». И вот он, по словам боговдохновенного псалмопевца, сказал и сделалось, он повелел и явилось. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вначале чего? Времени, пространство и то и другое. Параллельное место в Библии, в Евангелии от Иоанна. Вначале было слово. Вначале, в Логосе, в Божественном Слове, в Божественном Разуме создает Бог мир. Вначале это Берешит в масорецком тексте. Берешитбара Элуим. Буква Бет в Иврите, она как скобка, повернутая справа налево. В Иврите читается все справа налево. И реванистическая традиция, она очень мудро высказывает, что смысл этого, как скобка, открытая в одну сторону. И то, что было после этого, мы знаем, а то, что было до, это тайна Божия. И поэтому задавать такие вопросы, что делал Бог до того, как создавал этот мир, бессмысленно. Это тайна. Это тайна хотя бы потому, что до этого времени не существовало. И спрашивать, что делал Бог до этого, это бессмысленно. Вечность не измеряется в категориях «до» и «после». Однажды Блаженный Августин в сердцах сказал на вопрос, что делал Бог до сотворения мира. «Я знаю, что делал Бог до сотворения мира», – сказал он. Он делал в это время ад, для тех, кто задает такие идиотские вопросы. Орудием его, притворения, служило слово его «сказал и сделалось», которое есть слово изначально «сын Божий», «логос», через которое все начало быть и без него ничего не начало быть. Сотворил, здесь употреблено слово «бара», которое по всеобщему верованию, как иудеев, так и христиан, ровно как и по всему последующему библейскому употреблению, преимущественно служит выражением идеи божественного делания, имеет значение творческой деятельности или создания из ничего. Этим самым, следовательно, опровергаются все материалистические гипотезы о мире как о самобытной сущности, и пантеистические, как об эманации или истечении божества, и устанавливается взгляд на него, как на дело рук Творца, воззвавшего весь мир из небытия к бытию, волей и силой своего божественного могущества. Только Бог может «бара» творить из пустоты. Человек может творить, пересозидая из существующего материала, психически, своей мысли, душевно, в покаянии, создавать себя нового, но Бог может творить из ничего. Глагол «бара» можно встретить крайне редко. И этот глагол стоит в 50-м псалме «Сердце чисто, созыжди во мне Боже». Вот именно «Создай заново». Я свое сердце в пустоту превратил своими грехами. И вот из этой пустоты «бара» создай меня заново Боже. Это не сделать, не смастерить из прежде существующей материи. Как у Платона, есть Бог, Демиурх, есть мир идей, некая концепция, по которой должен существовать мир. И есть материя, такая мертвая, бесформенная, которую нужно оформить, преодолев ее инертность по этим идеям. Василий Великий говорит гениальную мысль в противовес платоновской идее. Бог не нуждается в складчине. Он сам создает идеи, он сам создает материю, из которой он создает мир. Хотя Моисей в своей «Космогонии» не упомянул о бездне, как о сотворенной, но в книге Иова сказано «сотворивший бездну». Именно из нее, как из материи, по мнению Аполлинария, произошло все остальное. Конечно, бездна не изначально, но она сотворена прежде всего телесного, видимого, и предуготовлена творцом к происхождению всего остального. Само имя бездны указывает на беспредельность материи. Но как бы не думать относительно этого, разницы никакой нет, ведь и в этом случае Бог является Богом, создавшим все из ничего, и творцом всего. Слово «вначале» имеет здесь индивидуальный смысл, заключая в себе прикровенное указание на предвечное рождение от Отца Второй Ипостаси, Святой Троицы, Сына Божия, в котором и через которого было совершено все творение. Един Бог безначален, то есть прежде всех. Все, что существует вне Бога, получило начало бытия, произошло во времени. Действительному бытию существ, наполняющих мир, предшествовало небытие, хотя нет сомнения, что они от вечности существовали в уме Божьем, как предопределенные действительному бытию. Слово «вначале» указывает на первое мгновение перехода из небытия в бытие, и значит «в начале времени» и всего «временно». Дальше идет еще одно загадочное слово. По-еврейски читается как «элогин». В русском переводе переводится как «бог». Буквально это «боги». Это слово «множественное число». Почему во множественном числе? Слово «бора» в единственном числе. В начале «боги» сотворил. Если бы было написано «боги сотворили», то это была бы типичная языческая концепция. Но написано «боги сотворил». Иудейская традиция считает, что это вежливая форма обращения, как мы обращаемся на вы. Переизбыток божества тем самым отражается. Но христианская традиция это понимает несколько иначе. Это второй намек на Троицу. Первый это «в начале», «в логосе». «Сотворил небо и землю». Что такое небо и земля? В еврейском языке отсутствует слово, которое аналогично слову «бытие» или греческому слову «космос». Бытие как таковое. Поэтому, когда хотят сказать «все, что есть», как мы бы сказали «сущее», евреи говорят «небо» и «земля». Первый стих в начале Бог создал «все». Первый стих – это краткий конспект последующей всей главы. Небо и земля, как два конкретных противоположных полюса мирового глобуса, обычно служат в Библии обозначением всей Вселенной. Кроме того, многие находят здесь раздельное указание на сотворение мира видимого и невидимого или ангелов. Основанием последнего толкования служит, во-первых, библейское употребление слова «небо» в качестве синонима «небожителей», то есть ангелов, а во-вторых, и контекст данного повествования, в которое последующее хаотическое неустройство приписывается лишь одной земле, то есть видимому миру, чем небо отделяется от земли и даже как бы противополагается ей в качестве благоустроенного, невидимого горнего мира. Подтверждение этому можно находить как в ветхом, так и в новом завете.